Добрый день, меня зовут Ольга Костина, я гештальтерапевт, травмотерапевт. Это наш новый формат ответов на вопросы. Нам поступил вопрос от девушки, которая рассказывает о том, что в семье начались серьезные конфликты, потому что мама завела собаку, и возникает вопрос, кто за ней должен ухаживать. Девушка не подписывалась на уход за собакой, однако собака есть. Давайте посмотрим повнимательнее на этот вопрос. Из вопроса я понимаю, что мама девушки оплачивает ее учебу, и не исключено, что эта собака и вопрос ухода за ней, это такой фонарик, который ярко подсвечивает ситуацию и проблему, которая гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Если мама оплачивает учебу дочери, не исключено, что речь идет о дисбалансе ответственности и вкладываемых ресурсов. Вполне возможно, что мама может считать, что вкладывает достаточно много ресурсов, и дочь правда могла бы как-то поучаствовать больше. Я предполагаю, что дело в том, что этот вопрос никогда не обсуждается прямо. Никогда не возникает вопрос, как много вкладывают в жизнь семьи один или другой. И если до этого никогда не было никаких сложностей и никаких проблем, не исключено, что этот вопрос не обсуждался открыто и прямо. И вот когда появилась собака, оказалось, ну а животное это такое существо, которое требует активного участия. И в этом месте сразу стало заметно, что существует какой-то перекос и дисбаланс во взаимодействии внутри семьи. Я бы предположила, что если вопрос про оплату учебы и вообще кто сколько вкладывает и кто кому сколько должен будет озвучен прямо, не исключено, что вопрос именно про собаку, кто будет с ней гулять, кто будет ее воспитывать и дрессировать, станет менее острым. Потому что основной вопрос станет озвучен самостоятельно и прямо. И тогда центр напряженности сместится с собаки в сторону обсуждения вот этих вот вкладываемых ресурсов и как более правильно их распределить. Тут, наверное, в качестве решения и совета есть два варианта, которые приходят в голову. Во-первых, можно поставить себя на место мамы. Если мама вкладывает, правда, много в жизнь дочери, в вашу жизнь, не исключено, что вы сможете проверить и взвесить, и обнаружить, что погулять с собакой это один из простых способов ну как-то отплатить за заботу о вас, о вашей жизни, о вашей учебе. Не исключено, что вы можете прийти к выводу, что действительно, вообще-то говоря, проще начать заботиться о себе самостоятельно, оплачивать свою учебу и жить отдельно, чем брать на себя ответственность за заботу о другом существе, о собаке. В любом случае, варианты подхода к этому вопросу могут быть разные. Самое главное, чтобы он не затирался в фон, потому что таким образом получается, что любое недовольство, любое какое-то раздражение, оно сразу вторгается всеми силами, направляется в собаку, и вопрос о том, как она будет существовать, эта собака. Ну и вообще, любое живое существо, будь то ребенок, будь то животное любого размера, оно является очень таким ярким и повышающим градус стимулом. Это не какая-то там некрасивая ваза, или то, что вам не нравится какой-то подарок, который можно поставить на полочку и забыть. Это что-то, что требует очень такого ясного участия, большого внимания, а значит автоматически повышает все скорость и интенсивность всех процессов. Я бы, наверное, посоветовала поговорить с мамой, и не про собаку, а про то, правда, как ей кажется, сколько она вкладывает в вашу жизнь, и сколько вы должны ей возвращать в виде любых услуг. Вполне возможно, что сам факт этого диалога снизит напряженность. Как бы ни было, что бы вы не выбрали, а действительно вы можете выбрать или, правда, отплачивать маме больше, чтобы равновесие как-то восстановилось, либо вы можете выбрать больше ухаживать самостоятельно за своей жизнью, больше брать ответственность за свою жизнь и жить отдельно. Как бы ни было, чем более прямо вы будете смотреть на этот вопрос, тем проще вам будет выбрать для себя. Ну и в принципе я очень надеюсь, что что бы ни происходило, какой бы выбор вы и мама не совершили, маленькое безвинное существо не пострадает, потому что у животного в данном случае большого выбора нет. Я надеюсь, что мой вопрос будет вам полезен и поможет разобраться в этой непростой эмоциональной ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok